Очень просто, очень эффективно. Маска может обезопасить от коронавируса. Зараза, которая передается воздушно-капельным путем, не прорвется. Да и потрогать лицо и слизистую просто так в маске не получится. Неснецовое сохранение, жить-то хочется. У меня двое маленьких детей, два внука. Ну, чтобы дети других не заразить. У меня даже внук, когда выходит на прогулку, он всё, маску. И когда погладим, повесим, у нас в ванной висит, он маску. Два года ребёнка. Маски, которые были дефицитом в начале пандемии, сейчас раздают бесплатно. Только возьми и носи в общественных местах. Это городская акция «Стоп ковид». Я сняла маску. Я была в маске. Зашла, мне дали девчонки, туда зашла. Вышла и ещё одну дали. Спасибо большое. Много почти. Сколько у нас было? 50? 100. 100 штук. Вот осталось. Совсем чуть-чуть. Остановить пандемию поможет только собственное сознание. Несмотря на растущие цифры статистики, многие губкинцы беспечны. За их здоровье пытаются бороться власти. Договорились с предпринимателями и сетевыми магазинами. Теперь за покупками без маски нельзя. В пятницу у нас состоялось совещание в форме ВКС с представителями торговых сетей наших крупных, с предпринимателями, с местными собственниками продовольственных магазинов. Также присутствовали некоторые представители непродовольственных магазинов. И где было принято решение о том, что с 26-го, то есть субботы, все магазины продовольственные, непродовольственные вводят у себя на территории масочный режим в соответствии с 29-м постановлением губернатора. Что это значит? То есть магазин имеет право отказать посетителю без маски в обслуживании. На данный момент у нас без маски мы никого даже не обслуживаем. Без масок не пускать. Но есть люди, которые сопротивляются, но на улице выставляем. Есть женщины, есть мужчины, да, которые не поможут этой маске, а что его надевают. Вот с сегодняшнего дня, да, вот такой у нас. Есть антисептика вот у нас. Говорим, пользуются маской одноразовой. Люди отворачиваются, выходят. Что называется, пока гром не грянет. Я боюсь заразиться очень. Я перенесла воспаление легких 10 лет назад. Поэтому, конечно, для меня это очень опасно. Ну и, естественно, берегу здоровья близких. Какой запас масок дома? Много. Я купила огромную упаковку в 50 штук. Поэтому меняют дети, муж все время. Маска – самый простой способ защиты. Их в час пик волонтеры выдают абсолютно бесплатно. Остается только проявить ответственность и надеть. Как вы считаете, это надежное средство защиты? Ну, я считаю, одно из средств защиты. Но не самое надежное. А вы сегодня пришли без маски. Как вам такая акция, что выручили при входе? Ну, это здорово. Здорово. Спасибо. А вот вы с маской запасы? Да, я просто, получается, там прошла, и мне вот это выдали. И все. И вот я с ней. А он дальше прошел. Поэтому вот сейчас ему выдали. Мы должны быть бдительны и принимать все профилактические меры в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Все, конечно, в курсе о том, какая ситуация складывается. И все зависит, как бы все в наших руках. Если мы примем должные меры, то, соответственно, мы победим. Победить можно только вместе. И только вооружившись антисептиками и маской. Надевайте ее в общественных местах. Это поможет остановить распространение коронавируса. Как говорит известный телеведущий, берегите себя и своих близких. Ирина Заикина, Ольга Пескова, Денис Гимб. Новости Губкинского.